здравствуйте уважаемые трейдеры с вами трейдинг volume терминал и в нашем видео уроке мы поговорим о типах графиках которые используются в аналитической платформе твт визуализация данных это графическое представление различной информации согласно многим исследованиям около 80 процентов информации человек запоминает из увиденного поскольку визуальное восприятие выступает основой восприятия анализ графиков позволяет находить определенные закономерности в рынке а также повышает точность прогнозов и так перейдем платформе вы можете масштабировать графики с помощью колеса мыши увеличивать их и также можете выбрать тип графика в соответствующем разделе меню посередине экрана вверху свеча бар линия и кластер а также нам доступен тиковый график настоящий тиковый график в котором отображается не только цена и время но и объем давайте поговорим о свечном виде графика это так называемые японские свечи которые впервые трейдеры начали применять еще в 17 веке сегодня этот тип графика используется как стандарт в техническом анализе его особенностью есть то что одна свеча имеет сразу четыре показателя цену открытия цену закрытия максимум и минимум свечи за выбранный нами таймфрейм размер свечи это главный параметр на который мы рекомендуем обратить внимание чем больше размер тела свечи тем выше преобладание покупок если цвет свечи зеленый и наоборот если цвет свечи красный то было преобладание продаж короткие свечи сигнализируют о формировании консолидации то есть силы покупателей и продавцов практически уравнялись такое движение еще называют флетовым второй важный параметр свечи это тень свечи точнее ее длина длина тени если длинная нижняя тень это говорит о том что вначале преобладали продавцы но к завершению торгового периода времени победили покупатели вот яркий пример такой свечи если длинная верхняя тень то это говорит о том что продавцов оказалось больше к моменту закрытия свечи несмотря на то что в начале торгового периода преобладали уверенные покупки далее у нас график баров бар как и свеча также имеет идентичные характеристики то есть имеет цену закрытия открытия минимум и максимум цена открытия отображается в виде горизонтальной короткой линии слева а закрытия такой же линии но справа цвет свечи идентичным параметру как и в японских свечах график баров имеет одинаковую со свечным графиком логику анализа отличие лишь визуальное и придумали бар западные трейдеры а сейчас мы видим линейный график с точки зрения анализа объемов этот тип графика абсолютно бесполезен зачастую строится по точкам которые соответствуют цене закрытия выбранного таймфрейма можно его поменять на цену открытия или high или low однако нам это не дает понимание того что происходило внутри самого таймфрейма нужно отметить что платформе трейдинг волиум терминал реализована возможность более эффективного использования данного типа графиков более того линейный график лежит в основе одной из готовых торговых систем доходность которой за 2017-18 год составила более 100 процентов функция мультичарт позволяет отобразить в одном окне сразу несколько графиков и грамотно воспользоваться корреляции финансовых инструментов детальнее об этом мы поговорим в нашем уроке по корреляции и по функции мультичарт перейдем к такому типу графика как тиковый график тиковый график это тип графика который показывает каждое изменение цены без привязки по времени то есть мы видим каждую сделку в момент времени этот вид графика не привязан к таймфреймом это нужно понимать также нужно понимать что этот тип графика не очень удобен для графического восприятия поскольку в случае отсутствия сделок на рынке хоть в течение минуты или секунды или даже года он не изменится никаким образом но если же на рынке будет большая волатильность течение секунды или доли секунды то он будет постоянно меняться и вы будете видеть эти изменения в данном случае мы видим что было сделано две сделки на продажу 5 сделок на продажу 3 сделки на покупку и так далее нашей платформе очень удобно масштабировать данный вид графика этот тип графика или точнее его понимание используется для алго трейдинга и профессионального аналитического программного обеспечения для трейдинга как во многих алгоритмов которые мы используем в твт изучим самый интересный вид графика это кластерный график собственно говоря кластер это бар за определенный промежуток времени где суммируются объемы тиков по каждой цене провести кластерный анализ это значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть как в ней формировался объем то есть заглянув во внутрь свечи мы можем определить какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене и выделить наибольший объем каким-то цветом сейчас я продемонстрирую как это сделать вы это можете сделать в разделе установки выбрав фильтры и выделить максимальный объем в данном баре например красным цветом а объемы которые допустим нас интересует предположим равны или больше 200 выделить розовым цветом применяем и мы видим что у нас с вами отображается максимальные объемы которые проходили в данном случае также мы можем выделять какие-то уникальные объемы которые нам интересны хочется отметить что в трейдинг волюм терминал представлен очень удобный фильтр который называется дельта фильтр активируя его зеленым цветом будут отображаться кластера в которых преобладали покупки а красным соответственно в котором преобладали продажи то что мы видим сейчас на нашем графике кластерный график можно анализировать визуально просматривать более детально его также в трейдинг волюм терминал реализована возможность на свечном или любом другом графике с помощью инструмента лупа просмотреть собственно говоря кластера в ближайших пяти свечах или барах чтобы не переходить на кластерный кластерный анализ это отдельная тема нашего урока преимущество кластерного графика заключается в том что мы можем увидеть большие вливания которые способны поддержать или развернуть тренд создав устойчивый уровень поддержки или сопротивления объединим большие кластера в отдельный цвет и у нас получится ценовой диапазон при пробое или отскоке от которого график заметно ускорит свое движение после чего снова будет формироваться новый уровень например здесь мы видим что в данной баре или свече совсем отсутствовал объем соответственно мы можем предположить что скорее всего здесь будет возврат к предыдущей цене предыдущему уровню и так последний тип графика который мы разберем это свечи хэкин аш свечи хэкин аш и реализованы у нас в виде индикатора поскольку активировав его вы уже сможете получить готовый результат отображается данный индикатор или данные свечи на поверх остальных графиков поэтому выбирайте линейный тип графика и задайте ему цвет вашего фона чтобы скрыть график таким образом будут отображаться лишь свечи хэкинаш которые показывают наличие и направление тренда отфильтровывают ложные сигналы и предполагает возможный разворот длинные свечи с длинными тенями в сторону тренда всегда говорят нам о том что тренд сейчас сильный по мере того как тренд затухает можно наблюдать что свечи с тенями становится все меньше разворотным сигналом служат маленькие свечи часто тенями в обе стороны например как здесь а саму смену тренда обозначает свечи противоположного цвета с тенью противоположную сторону а на этом все до встречи в следующем видео обзоре с вами был трейдинг волюм терминал подписывайтесь на канал ставьте лайки скачивайте твт хорошего дня